Продолжение следует... Специалисты Департамента здоровья отмечают, что подобный рост типичен для декабря. То и там заболеваемость чрезвычайно низкая, вот этот сезон пока немножко припаздывает. И, в общем-то, и там минимальное количество циркулирует вируса гриппа. Преобладают лишь незначительные простуды, кашель, насморк и прочие осенне-зимние заболевания. Но специалисты советуют не расслабляться и вакцинироваться у своего семейного врача. Наш призыв вакцинироваться. Единственное средство против гриппа, которое, в общем-то, помогает избежать тяжелых осложнений и неприятных, скажем, да не то что неприятных, а трагических исходов, это вакцинация. Это особенно для ослабленных людей, скажем, для людей пожилых, для маленьких детей. И детей до 5-летнего возраста, они, в общем-то, очень, достаточно для них опасно заболеть гриппом. Поэтому мы даже свою эту кампанию проводим под заголовком «Не вакцинируй сам себя, спасайся от гриппа», а вакцинируйся, если ты заботишься о своих близких. Ну, а остальные советы, они как ежегодно, мыть руки, ну, очень бы было хорошо, если бы люди, когда они заболевали, были дома. Или, по крайней мере, хотя бы первые два дня, когда, в общем-то, самочувствие очень тяжелое, ну, в смысле, или не очень тяжелое, но, по крайней мере, явно больное, он бы не ходил и, ну, во-первых, не заражал других, это, так сказать, один факт, а второй, он бы сам себя спас от продолжительности. Если же по каким-то причинам вакцина не была сделана, то при появлении первых гриппозных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, он настояет на лабораторных анализах и выполнять все медицинские предписания. Недавнее исследование в области здравоохранения показало, что основной причиной отказа от вакцины люди указывают ее стоимость, и наряду с этим сомнение, что вакцина поможет. По заверениям специалистов, она действительно поможет, но исключительно от гриппа, а не от многочисленных вирусов. Что же касается цены, то одна вакцина стоит в среднем около 10 евро, тогда как, уходя на больничный несколько раз в году, в аптеке мы платим гораздо большие суммы, не говоря уже о тяжелых формах гриппа, когда нужна госпитализация.